В минувшее воскресенье митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений посетил с архипастерским визитом храм во имя святого ровноапостольного великого князя Владимира в поселке Монетным Березовского городского округа. Здесь глава митрополии возглавил божественную литургию, и это событие стало одним из самых значимых в жизни прихода. Подробнее в сюжете Ольги Аверкиевой. История поселка началась в первой половине 18 века, когда в Екатеринбурге открылся Монетный двор. К нему приписали леса и земли с северо-восточнее города, и эта местность получила название Монетная дача. А спустя годы и образованный здесь поселок стал называться Монетным. До 1997 года храма в поселке не было, затем открылся молитвенный дом, а в сентябре 2006-го был заложен князь Владимирский храм. Храм находится на окраине поселка, на возвышенном месте в небольшой роще. С дороги его видит каждый, кто проезжает мимо, и он напоминает путешественникам о Боге. Но прежде чем на этом пригорке появилась церковь, прошло несколько лет. 1 июня был праздник Вознесения Господня. Мы едем с мужем в Березовском машине. Я думаю, ну что же, это уже лето началось, а у нас ничего еще нет, мы только землю оформили. Полтора года мы оформляли землю только. Оформили только землю, значит, и вдруг мужу телефон, глава звонит. К вам выехала техника копать котлован. Так я бы уже им чуть не заплясала от радости. Вот такие дела. Как божественный праздник, откуда ни возьмись, нам была помощь. Вот так мы и построили. С Божьей помощью и при активной поддержке верующих жителей поселка дом Божий построили и осветили в октябре 2015 года. С тех пор, как признаются прихожане, храм стал приютом для их душ, ищущих спасения. Это удивительное место, где можно на самом деле посмотреть на себя вглубь и понять, куда надо идти, как надо жить. Это опора, это какая-то поддержка, это все то, что дает возможность в течение недели жить до следующего воскресного прихода в храм. Помимо воскресных и праздничных служб, здесь каждую среду совершаются молебны перед особо чтимой иконой Божьей Матери Троирудчица, которая является одной из главных святынь храма. Ну знаете, вот как, приходишь к маме, просишь о помощи, да, или приходишь к близкому, просишь о помощи, а здесь вот такая сложилась уже невидимая духовная связь с ней, и никуда без нее, и уже настолько привыкли. Любое дело, болезнь, радость ли, мы все идем к ней. Так несколько раз в неделю собирает молитва верующих людей в храме. А особенно радостно они встретили утро воскресного дня, ожидая приезд главы митрополии. А затем молились с владыкой за торжественным богослужением. Я сегодня могу сказать, что, наверное, все, в том числе и я, не знаю, где я была, на небе, на земле. И такой день сегодняшний – это вот просто радость, это милость Божия, это любовь нашего Господа к нам. За богослужением в этот день читалась евангельская история об исцелении Гадаринского-Бесноватого. В этой истории можно сделать несколько акцентов, но один из них касается спокойной жизни человека, в которую он не хочет впускать Бога. Не так просто именно это чудо было записано в Евангелии, не так просто оно читается иногда в течение года, в воскресные дни, не для того, чтобы мы всякий раз, слышая об этом, поскорбели о жителях Гадаринской земли, порадовались за этого исцеленного, поблагодарили Господа, но для того, чтобы мы свою жизнь померили вот этой меркой. Как отметил Владыка, жить спокойно и комфортно – это естественно для человека. Но Евангелие напоминает нам о том, что как бы ни было хорошо жить на земле, для нас предназначено иное Отечество. И от нас зависит, что ждет нас там – вечная радость или вечное страдание. Быть с Богом и в будущем достичь Небесного Царствия пожелал всем архипастырь. В завершение богослужения правящий архиерей вручил настоятелю прихода, протерею Сергею Новоселову в связи с 25-летием его служения в Сане Пресвитера Ордена Русской Церкви преподобного Серафима Саровского Третьей степени. Ипархиальных наград были удостоены и прихожане храма.